Общественный совет при отделе МВД активно участвует в организации летнего досуга школьников. Его активисты предлагают десятки совместных мероприятий, которые направлены не только на профилактику правонарушений в подростковой среде, но и на развитие нравственных качеств. В День семьи, любви и верности ребятам, которые посещают школьные лагеря, предложили поход в церковь. Иеромонах Антоний, ключарь Свято-Никольского кафедрального собора, рассказал подросткам об истории встречи, жизни и смерти святых Петра и Февронии. В России именно они являются покровителями семьи и любящих людей. Когда почувствовав приближение смерти, князь Петр Инок уже посылает весточку своей супруге, бывшей княгине Февронии, говоря о том, что пришло время уходить в мир и мой. Она просит его подождать, говоря, мне осталось буквально немного, и я довышиваю покров, довышиваю кон, и тогда мы с тобой вместе перейдем в вечность. Люди настолько любили друг друга, настолько были преданы друг другу, что не только вместе провели весь свой жизненный путь, они вместе перешли в вечность. Участниками встречи в храме стали подростки в возрасте от 7 до 12 лет. Для многих из них примером счастливой семьи является то, как живут их родители. Анна Жирнова часто приходит в храм с мамой. Мне кажется, семья – это важно, потому что можно поделиться своими секретами. В семье важно, чтобы родители никогда не ссорились, чтобы были всегда здоровы, чтобы не обижались друг на друга. Я мечтаю о семье, чтобы она была дружная, крепкая, чтобы было трое детей, чтобы с мужем на одной работе работали, чтобы он не обижал никогда, не ссорились. Активисты общественного совета готовят для подростков еще ряд интересных мероприятий. В конце июля те, кто посещают летние лагеря, с экскурсии отправятся в редакцию газеты «Армавирский собеседник» и узнают, как журналисты готовят новости. Ирина Рухлядко, Артур Каджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.